Здравствуйте, друзья! Вы на канале Садовая Терапия. И с вами я, Ирина. Сегодня я хочу показать вам розы, которые получила несколько дней назад. Буквально 22 февраля ко мне пришла посылка из подворья. То, что я получила, меня, конечно, очень разочаровало. Но давайте обо всем понемногу. Я получила сорта роз. Роза Камтес Дюбари. Очень красивая, светло-желтого цвета, ароматная. Цветет эта роза обильно, практически беспрерывно. Очень устойчивая к заболеваниям. Красивая роза, которую я захотела иметь в своем саду. Еще одна роза. Это Свит Аваланж. Свит Аваланж. Роза чайно-гибридная. У нее очень большой красивый цветок, диаметром порядка 15 см. Она невысокая. Бутоны очень красивые. Это срезочный сорт. Цвет у нее светло-розово-телесный. Цветение также практически беспрерывное в течение всего сезона. Очень устойчивое к заболеваниям. У меня уже есть роза Питч Аваланж. Которую я часто показываю на своем канале, в своих видео. Ну и я решила приобрести розу Свит Аваланж. Еще одна роза. Это роза немецкой селекции. Это Кордес. Чайно-гибридная роза. Роза Купфер Кёниген. Очень красивого оттенка. У нее бутоны большие, заостренные. Цветки сантиметров, наверное, порядка 10-12. Насыщенные, медно-желтые. И она, говорят, хорошо себя показала у нас на юге. Практически не выгорает. Цветы не боятся ни дождя, ни жары. Роза обильно цветет, повторно цветет. Очень устойчива к заболеваниям. Следующая роза, это Элина. У меня уже есть один такой саженец в моем саду. В прошлом сезоне это была первогодка, которая меня очень-очень сильно порадовала. Чайно-гибридная роза. Цветы у нее также большие, где-то 13-15 сантиметров в диаметре. Это действительно так. Моя первогодка Элина показала мне огромные цветки. Порядка 14-15 сантиметров они так и были. У нее очень нежный, приятный цвет. Она хорошо держит жару. Листья у нее крупные и блестящие. Очень устойчивая она к разным заболеваниям. Кост сильно рослый. Даже моя первогодка вытянула плети к концу сезона. Где-то вот к осени эти плети уже были не менее полтора метра. Хотя заявлена она где-то 90 сантиметров. Но очень хорошо смотрится эта роза. И недаром она имеет знак АДР. Которые ей присвоили в 1987 году. Еще я купила два пиона. Сорт Гарден Треже. Очень красивый Ито Гибрид. Порядка 80-90 сантиметров в высоту. Срок цветения у него средний. Цветок полумахровый. Цветок размером где-то порядка 20 сантиметров золотисто-желтого цвета. Этот Ито Гибрид завоевал золотую медаль в Американском обществе пионов в 1996 году. А выведен он был в 1984 году. Очень сильный аромат. И вообще очень красивый цвет у этого пиона. Он чем-то похож на Бардзеллу. Но немножко они отличаются. И также я заказывала пион Монинг Лилок. Это тоже Ито Гибрид. Также высота 80-90 сантиметров. Срок цветения также средний. Полумахровый. Выведен он был в 1993 году. Но уникален по своей окраске. Среди вообще всех пионов Ито Гибридов. Цвет такой мягкий, фуксивый. С белыми полосками. И с таким темным, более темным центром. Диаметр цветка у него тоже большой. Порядка где-то 15-17 сантиметров. Вот такие мои новиночки. Ну а теперь обо всем дальше понемножку. Что же я в итоге получила? Я открывала посылку с очень большим трепетом. Знаете, прям с таким восхищением, что сейчас я увижу что-то. Пришли наконец мои пионы долгожданные. Пришли наконец саженцы роз, которые я так ждала. Сначала я открыла пионы. Которые, ну в общем-то, меня порадовали. Из всей этой посылочки единственное, что меня порадовало, это пионы. Они достаточно хорошего качества. Каждая деленка пиона имеет как минимум 3-4 почки. Почечки эти вот только-только, видите, они проклюнулись. Я их обязательно положу в прохладное место. Ну, вернее, уже положила. Завернула и положила в прохладное место. Может быть, через несколько дней я эти пионы высажу в горшок. И пусть они у меня там доращиваются до осени, до где-то до конца августа. Конец августа, начало сентября. Потому что весной пионы, конечно, высаживать нежелательно. Поэтому я проконсультировалась с теми, кто успешно выращивает пионы. И девочки мне посоветовали высадить эти пионы в горшки. И доращивать до осени, до ранней осени, где-то сентября, начало сентября. Дальше я смотрела розы. Я смотрела, в каком они состоянии. И, конечно, первое же, что я увидела, меня просто повергло в шок. Меня так это разочаровало. Ну, вы сами все видите, в общем, о чем говорить. Абсолютно черные, безжизненные там есть стволики на многих розах. Те стволики, даже которые зеленые, они поломанные, выкрученные какие-то. В общем, розы ко мне пришли в ужаснейшем состоянии. Таких роз из подворья, да и вообще не только из подворья, я еще не получала ни разу. Вот в таком состоянии я увидела свои розы. Я поняла, что, боже-боже, опять 25, опять мне придется заниматься реанимацией. Потому что я так хотела эти сорта и хотела повторно сорты Лина и другие сорта очень хотелось. Ну, обрезала я все эти стволики. Чуть дальше я вам покажу, как я это сделала. Я понимаю, кто-то скажет, ну, ничего, и такие розы можно выходить как-то, чем-то их стимулировать и что-то сделать. Да, я понимаю, что это недорогие розы, ну, относительно недорогие. Давайте, скажем так, 415 рублей каждый саженец. Это относительно недорого. Многие покупают у розы в других питомниках за эту же сумму, но ого-го, какие саженцы. Ну, вот я очень понадеялась на садовый центр подворья. Я всегда у них покупала и практически всегда было в отличном состоянии все. За исключением, ну, вот буквально, может быть, нескольких за все это вот время, за 3 года, что я у них покупаю саженцы. Буквально несколько саженцев были в плохом состоянии, а так в основном все всегда отлично. Ну, а в этот раз я, конечно, вот прям психанула. Вы знаете, увидев эти саженцы, я откровенно психанула. Я перешла на сайт, вот посмотрите, все поломанное, переломанное, сухое. Ну, это сухари, ну, просто сухари. Два саженца мне пришлось вот просто под ноль, вот просто под ноль обрезать и все. Потому что, ну, я даже не знаю, что с ними будет. Дальше я вам покажу, что я сделала. Пришлось вырезать, вот просто полностью вырезать эти розы. Я не знаю, вот посмотрите, в таком состоянии поломанные. Неужели те, кто высылали эти розы, не видели, в каком они состоянии? Или им вообще было просто все равно, что они отправляют? Здесь еще хотя бы вот есть зеленые стволики, и есть шанс, что эта роза пойдет в рост, и все с ней будет хорошо, вот с этой розой. Ну, а две розы, ну, я просто даже не знаю, выживут ли они. Конечно, я постараюсь их выходить, но розы эти из рассадника Тополович. Вот о чем я и говорила, когда, знаете, как-то в прошлом году я тоже рассказывала, что я обычно никогда вот из рассадника Тополовича, ну, стараюсь не брать, не беру. Потому что был уже неудачный опыт. Ну, из других центров мне приходили, очень-очень в ужасном состоянии розы. Но здесь я все-таки понадеялась, что подворье как-то регулирует этот процесс, и все-таки вот в таком состоянии вообще не закупает эти саженцы, а все-таки отслеживает и смотрит, что оно отправляет своим покупателям. Но нет, оказалось, что нет. Розы вот в таком ужаснейшем состоянии, к сожалению. Сорта хорошие, а качество ужасное. Я написала в подворье претензию, отправила им несколько видео, фотографий и потребовала за несколько роз, вот там три саженца, потребовала вернуть деньги. Если они дорожат своей репутацией, они вернут мне деньги за три саженца. Вот таким вот образом я сделала. Свит Аваланш очень красивый сорт. И вот, кстати, из всех из этих саженцев, единственные два саженца более-менее, которые меня порадовали, это Свит Аваланш. Вот это вот чайно-гибридная роза, которая, очень я хотела ее несколько раз все порывалось купить, но вот в этот раз все-таки решилась и заказала. Ну, не идеальные, конечно, они, но более-менее, хотя бы хоть более-менее. Эти два саженца сорта Свит Аваланш. Остальные просто ужас ужасный. Почки не проснувшиеся еще, в принципе, это тоже радует. Но я все равно, вот розы в таком состоянии, корни у них маленькие-маленькие, обрубленные, обрезанные абсолютно. Я высаживала в маленькие горшки. Вот посмотрите, в каком состоянии. Вот это вот все, естественно, я вырезала, потому что, ну, это так не оставишь. Вот так вот получилось у меня в этот раз, очень неудачно. И я психанула, не договорила, и отменила все последующие заказы. У меня был заказ еще на март, на апрель, очень большой заказ на огромную сумму. На май был заказ большой, хороший. Я взяла и все это отменила. Сказала, не надо мне ничего от вас. Ну, несколько розочек буквально апрельских я оставила. Почему? Потому что уже нигде нет этих сортов. А я их очень-очень хотела. Думаю, ладно, на апреле какие-то я все-таки оставлю. Все остальное я просто отменила. Вот и все. Потому что я считаю, в таком состоянии, если садовый центр дорожит своей репутацией, нельзя отправлять розы своим постоянным клиентам. Три года я закупалась только у них. Вон, посмотрите, что. Разве можно, вот что не видели, в каком состоянии они отправляют. В общем, все это я пообрезала. Хорошо так, кардинально все обрезала. Все это я замочила полностью, вот просто полностью замочила саженцы. С головой замочила в воде. Сутки они у меня так полежали в замоченной воде. Ничего я туда не добавляла в эту воду. Никакие не стимуляторы, ничего я в эту воду не добавляла. Промыла, промыла, хорошо промыла. Замочила в этой воде. Сутки они у меня полежали. А потом еще на сутки я их поставила стволиками вверх. Только корни остались в воде. В общем, по сути, вот двое суток эти саженцы у меня в воде находились. Двое суток. Вот таким вот образом я сделала. Все пообрезала, все повырезала. Все лишнее, все сухое, все поломанное. Все, что мне не нравилось, я все повырезала. И вот таким вот образом эти саженцы двое суток у меня находились в воде. Просто в чистой воде. Ну, а сегодня я их высадила. Я их высадила в маленькие горшки. И накрыла два саженца, которые вообще не кокущие, накрыла бутылками. И еще там один саженец был не очень. Ну, в общем, это все накрыто бутылками. И я буду за ними наблюдать. Знаете, я сейчас не стала их проливать никакими не стимуляторами, ничем. Вообще я не стала проливать эти розы. Может быть, через пару дней я это сделаю. Сейчас пока вот просто высадила, пролила как следует, накрыла бутылками и оставила. Сейчас это все нужно вынести на прохладную веранду. И я буду наблюдать за этими розами, что и как у меня будет. Может быть, кто-то из вас посоветует, что сейчас лучше сделать. Может быть, сейчас лучше пролить стимуляторами. Может быть, не выносить на прохладную веранду, а оставить на теплом подоконнике в комнате. И если вы напишите, я буду вам очень благодарна за советы и за поддержку. И на этом я свое видео хочу закончить. У нас зима продолжается. Сегодня 24 февраля. Несколько дней были морозы. Вчера было до минус 20. При том, что снега нет вообще. Посухой. И поэтому я вообще не знаю, чего я дождусь в этом сезоне от своих роз. И будут ли они цвести, и когда они будут цвести. Да чего уж там говорить. И выживут ли они вообще после вот такой экстремальной зимы. Поэтому я решила, что пока слишком часто видео я снимать не буду. Мне придется всю весну заниматься обрезкой и реанимацией своих роз. Тех, которые выживут. После такой зимы. Ну вот так. Печально немножко. Ну на весну я жду еще много прекрасных саженцев. Я обязательно вам покажу, какие сорта я заказала. Это очень-очень красивые сорта. Будем сажать все заново. Высаживать те розы, которые погибнут. Ну что делать? Придется выкапывать на их место. Высаживать новые. Вот таким я на сегодня новости, друзья. Всего вам доброго. Спасибо, что заходите на мой канал. Интересуйтесь моими новостями, моими видео. Пишите какие-то советы тоже, комментарии. Спасибо. Всего вам доброго. И до следующих встреч. В следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok